я споймала курочку и хочу показать вам видно здесь или не видно вот смотрите как хорошо здесь видно да посмотрите на гребне какое образование у этой курочки ну примерно где-то с неделю назад я заметила но было меньше на гребне пятнышко такое и смотрите она увеличивается я уже решила отвести эту курицу к ветеринару потому что я не могу гадать придумывать что это за болячка конечно первое что приходит в голову да и всем причем это оспа куриная но мне хочется думать что это все-таки не у вас боишь это другое но вот такой нарост только у одной курицы у этой кстати одна моя подписчица когда я показывала неделю назад видео с этой курочкой она мне промелькнула в кадре подписчица написала мне что это у нее куриная оспа я проигнорировала конечно эти слова потому что я все-таки надеялась что это не оспа думаю да ну нафиг нет не может быть чтобы это было оспа сейчас я конечно уже очень сомневаюсь и начинаю переживать а вдруг это действительно оспа куриная споймала эту курицу посадила в мешок но пока мы с никуда не едут у нас есть ветеринарная клиника но они только дают по телефону кое-какую консультацию и все по поводу кур надо ехать в другой город тирасполь там есть ветеринарная лаборатория где берут анализы и определяет что это такое курица я позвонила туда наличие оспа не могут визуально посмотреть и сказать что это такое я хочу определить если у кур пуха пероеды клещи что-то еще может быть у курицы это берут анализ сосков и ну ну конечно берут за это деньги у меня сейчас в данный момент у этой курицы волнует как этот гребень я ее осмотрела у вроде все хорошо лапы чистые только на гребне такое образование у всех остальных молодых и петухов молодых я не замечаю вот этого вот всего на гребне я хочу отвести к ветеринару лабораторию чтобы конкретно мне дали ответ точный что это ну зачем лечить а бы кабы да лишь бы лечить по телефону мне врач нашего города дал консультацию мазь можно помазать принципе грибушок откуда я знаю что и лечу вдруг у меня все остальные заразятся но пока вот одна курочка я уже конечно очень-очень начал волноваться все началось с того у меня сегодняшнее утро что я начала осматривать свой кур которым уже пошел второй год и кур молодых вот эту вот курицу достала да и рассматривала вот да курочка сейчас перерыв там ветклиники и мне надо ехать а я хочу поехать на машине жду когда ваня освободиться и курица тут сидит не наверное час ее выпущу обратно курятник она уже мне так час наверно находится бедность в этом мешке я ее сейчас выпущу в курятник покормлю пусть воды попьет побегает а когда я уже поеду буду точно знать что я еду я ее споймаю и мы поедем потому что долго со связанными ножками на мне здесь находится ведь не будет находиться и ждать в таком положении вот как вы думаете что это такое я уже конечно пересматриваю разную информацию в интернете про оспу про пуха пироедов везде конечно все пишут хорошо красиво я рассматриваю пуха пироедов у курочек свои я никого не вижу ничего и никого одела очки и лупу взяла ничего не вижу ничего что там кто-то бегал но мне кажется что все таки есть именно у кур которым второй год пошел и возможно есть и у молодок стал появляться потому что уже стал обращать по ихнему поведению очки приближаются думают кого я тут им пронесла это покушать да у тебя ну так вот так ладно сейчас я ее выпущу покормлю всех а потом уже буду думать что делать дальше вот вот он какой гребень по поводу оспы курицами тут обделывается капец весь мешок уже и загадил по поводу оспы есть разные фотографии глаза у курочки чистые все мочки ушные мочки да тоже у него чистенькие вот только гребень но я заметила что возле гребня тоже вот у нее вот с этой стороны курочка ну давай 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 выйди отсюда ты сейчас все запачкаешься вот здесь вот с этой стороны вот вот с этой стороны оспы видно вот тут у меня вот тут у меня тоже какие то в общем я не знаю что это такое начала думала что это петушок ее поранил понимаете рана какая-то может быть это и есть рана она так заживает в общем хочется думать что это не какое-то там инфекционное заболевание вот этот белый петушок у него на гребне тоже есть вот такие вот маленькие пятнышки посмотрела всех кур петухов вроде больше ни у кого нету ну этого белого петуха я буду убирать я его давно бы убрала но у него маленький вес на какой-то легенький может поэтому не растет какие-то проблемы нарисовались уберу его ну эту курицу который у меня под большим вопросом который который у меня белый белый кушает там с кормушки ходится всеми все у него хорошо с аппетитом а со здоровьем не знаю конечно уже большой вопрос что у него там такое на гребне пусть пока кушает ну а я ищу как не добраться до ветеринарной лаборатории если не получится на машине значит я поеду друг другим буду добираться своим кодом на маршрутках на троллейбусах в общем надо выяснить что это такое у курицы вот пуха пероеда я буду тоже лечить своих молодок проводить профилактические мероприятия посмотрела сейчас вот этого петуха серого который на меня раньше кидался но сейчас вроде не кидаются а где он где он а его нет а вон вот он вот он вот он серо-красный вот он и что-то мне не понравилось что у него там делается на спинке оно не видно так визуально но я разглядела короче там есть очаг заражения что пуха пероеды есть побывали то есть оголенный участок кожи штурпочки торчат ну не линька же у него начинается да в общем в любом случае я буду проводить профилактическое мероприятие от попа пероеда но для начала я должна избавиться от этого петуха решить вопрос с курицей с больным гребнем а потом уже буду лечить от попа пероеда потому что после этого профилактического мероприятия забивать на мясо нельзя определенное время но две недели точно и яйца тоже нельзя принимать в пищу поэтому надо сначала выявить вот эту вот заразу которая на моей курице вон которая пьет ох что ж это за зараза такая чтоб на других не перешло ну на других пока не вижу кроме как на белом петухе у всех гребни вроде бы целые нет бemer с тeing Продолжение следует...